Сухие грозы осложнили пожароопасную обстановку на севере Хабаровского края и приграничных территориях Якутии. Эти районы считаются труднодоступными. Сейчас специалисты авиалисохраны применяют нестандартные способы против новых возгораний. Как взрывы и искусственно вызванный дождь помогают справиться с огнем, расскажет Татьяна Репина. В Хабаровском крае из-за аномальной жары ввели режим ЧС. В начале июля специалисты ежедневно фиксировали десятки возгораний. Частая причина их появления – сухие грозы. Больше всего пожаров фиксируют на севере региона и приграничных территориях с Якутией. С водой очень тяжело, доставки нет. Буквально метр 400-500 приходится через лет продвигаться, чтобы добыть воду. Действительно, проблема – нехватка воды. Практически все очаги возникают в труднодоступных местах, куда добраться можно лишь на вертолете. Чтобы справиться с огнем, в Якутии и Хабаровском крае ввели режим ЧС федерального уровня. Это дает право привлечь дополнительные средства и силы. За три дня в Аяномайский район прибыли бригады авиалесоохраны из других регионов. Авиапожарные захватывают огонь в ловушку. Противопожарным барьером служит минерализированная полоса, которую копают вручную. Также бороться с пожарами в отдаленных районах помогают взрывы. Они сформируют барьер из почвы. Всего в лесах работают 500 работников региональной и федеральной лесоохраны. Так, ожидаем 5 минут. Внимание, взрыв. Помогают земле и с неба. 12 июля один из пожаров на севере края тушили с помощью искусственного дождя. Самолет-зондировщик из Якутии задействовали в регионе впервые. Вызывают осадки, стреляя по облакам пиропатронами с йодистым серебром. Попадая в облако, йодистое серебро конденсирует влагу на себя, и так зарождается дождь. Ликвидировать возгорания в дальневосточных лесах продолжат, в том числе за счет федеральных средств. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Хабаровского края зафиксировали 454 пожара. Это почти 500 тысяч гектаров.